всем всем привет я очень рада что вы снова со мной на моем канале дорогие мои подписчики и зрители кто еще не подписан на мой канал пожалуйста подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик чтобы своевременно получать уведомления о новых видео сегодня в рубрике вязание из прошлого я хочу вас познакомить вот с такой шапочкой я ее связала не по какой-либо модели то есть я ее придумала сама у меня оставались остатки пряжи вот как вы здесь можете разглядеть это хлопок белый хлопок и мохер бежевый мохер я подумала что же мне делать и решила связать вот такую шапочку и украсить ее из остатков пряжи вот такими связанными листочками и цветочками далее я вышила это все бисером там где посчитала нужным я не знаю как вам но мне нравится такая шапочка этот цветочек можно носить как и справа так и слева то есть она с обеих сторон одинаковая посмотрите вот и с этой стороны вот и с этой стороны таким образом вот что я могу сказать еще раз повторю наверное что эта шапочка связана из остатков пряжи здесь подразумевалось что она будет теплой так как здесь использован мохер и изнутри здесь была подкладка когда-то вот сейчас вы видите что она отрезана вот эта подкладка тоже была связана из мохера а может быть даже из чистой шерсти но в процессе стирки вот это вот подкладочка свалялась вы видите она вот такая вот уже сваленная вот и она подсела и я не могла шапку надеть в итоге то есть мне пришлось ее отрезать и оставить вот такой лишь ободок по краешку а сама шапочка получается сейчас она не теплая то есть она на такую слегка прохладную погоду я бы сказала то есть вот эти дырочки пропускают если бы здесь осталась эта подкладка вот такая вот теплая прочная прочная подкладочка да то конечно шапочка была бы теплая конечно при желании можно сюда подкладочку сделать и шапочку носить но пока я такой возможности не рассматривала потому что последнее время я предпочитаю ходить в капюшонах и не ношу шапочки практически что я могу сказать конечно можно было отдельно связать подкладку и и выстирать или полотно какой-то связать вот из такой шерсти или купить фетр в конце концов да и из него скроить какую-то отстегивающийся подкладочку либо значит вот уже выстирать связать выстирать и уже подсевшую подкладочку скроить по размеру шапочки так чтобы в будущем она не подсаживалась при стирке но что могу сказать на самом деле эта шапочка не требует частой стирки вот потому что ну мне кажется достаточно я ее редко носила вот и она у меня так и осталось сейчас не лежать и лежит аккуратненько в коробочке в то время я увлекалась бисером и бисероплетением и посмотрите у меня было в наличии бисер и вот таким образом я украсила шапочку но надо сказать что несмотря на то что шапочки уже 16 лет бисер не отвалился он даже не потерял своего цвета вот это бисер такой был такое античное золото вот посмотрите вот здесь вот мелкий бисер здесь рубка большая так здесь в цветочке тоже какой-то бисер такая розочка здесь связано все связано из остатков пряжи и затем уже эти цветочки цветочки были пришиты к шапочке пишите в комментариях свое мнение как вам такая шапочка нравится не нравится вот мне кажется очень красивая шапочка надо сказать что с тех пор как я связала эту шапочку больше я подобных шапочек не вязала то есть она у меня одна единственная такая в своем роде и что мне нравится в этой шапочке сочетание цветов такое нежное сочетание белого и вот такого нежного нежного бежевого цвета очень красивая на мой взгляд на мой взгляд очень красивая еще раз наверное повторю для тех кто смотрит нас середины что эту шапочку я нигде не брала модель я ее придумала сама вязала так как подсказывает мое сердце вот то есть сразу брала и вязала за всякой там модели вот эти цветочки тоже я брала отдельные схемы вязала отдельные цветочки потом их вот так складывала друг на друга листики отдельно вязала вот и здесь пришивала то есть складывала их тоже на свое усмотрение так как мне захочется надо сказать что такая шапочка наверное эксклюзивная и единственная в своем роде наверное больше таких нет шапочек напишите пожалуйста в комментариях свое мнение об этой шапочке нравится вам она не нравится чтобы вы связали из остатков пряжи хотели бы вы связать такую шапочку или не хотели бы как вы считаете красиво вот так вот смотрится шапочка с цветами а может быть вы скажете что это уже не модно но на мой взгляд вот эти цветочки остаются модными всегда потому что они связаны по определенной технике вот ну вот такая шапочка у нас сегодня в рубрике вязание из прошлого спасибо вам за внимание всего вам доброго до новых встреч